В кинематографе бизнесмены изображены успешными, уверенными в себе людьми. Но мало кто знает, что многие из известных руководителей начинали не с крупных проектов и огромных бюджетов, а часто даже с нуля. Сегодня мы расскажем, как можно начать свой бизнес с бюджетом до 5000 рублей. Товарный бизнес – самый распространенный вариант бизнеса в наше время. Такие крупные компании, как Амазон и Алиэкспресс, очень сильно помогают в данной сфере, так как не нужно искать покупателей, ведь они сами находят тебя. Немало бизнесменов, находящихся в списке Форбс, начинали свой путь именно с этой сферы. Суть заключается в том, чтобы найти поставщика определенного товара, купить его по одной цене и продать по другой. Перепродать можно вообще все, что угодно – от чехла на телефон до самого телефона, от дворников на автомобиль до полноценной машины. Наценка на товар, как и прибыль продавца, будет зависеть только от уникальности товара и спроса на него. Однако конкуренция в товарном бизнесе очень высокая. Чтобы достичь успеха, нужно грамотно подойти к построению бизнеса. Необходимо тщательно изучить конкуренцию на рынке, а именно, сколько похожих товаров присутствует на площадках, какую цену дают другие продавцы, какие плюшки идут к товару. Потом нужно придумать план развития, где купить и где сбывать товар, по какой цене, понять, какой спрос на ваш товар и в конечном итоге начать работу. Для такого бизнеса не обязательно иметь в кармане миллионы, может хватить и 5000 рублей. Допустим, вы решили продавать чехлы. Где найти поставщика? Можно постараться найти в интернете, а можно пойти в специальные центры, где можно найти продавца чего угодно и приобрести товар там, а дальше остается только начать реализовывать его. Еще одним вариантом купи-продай является перепродажа бывшего в употреблении товара. Площадки с таким товаром пользуются огромным спросом. И правда, зачем покупать втридорога новый товар, когда можно приобрести с огромной скидкой товар качеством не хуже, а то и лучше нового? Правда, в таком бизнесе есть свои сложности. Если приобретать технически сложные товары, можно наткнуться на некачественный товар или вовсе сломанную технику. Правда, и прибыль в случае правильного подбора намного выше. Плюс к этому, с продавцами всегда можно торговаться, а спрос на качественный товар высок. Чтобы погрузиться в такой бизнес, нужно открыть специализированные площадки по продаже БУ-товаров. Далее, сверяясь со своим бюджетом, нужно подобрать именно тот продукт, который вы сможете себе позволить. К слову, многие отдают вещи даром, просто потому что они никому не нужны. Остается только найти покупателя и продать ему товар с наценкой. Можно приобрести компьютер по очень вкусной цене, а если вы разбираетесь в них, можно окунуться в рынок сломанных вещей. Хорошие комплектующие стационарного ПК могут стоить огромных денег, но многие продают вещь, не до конца разобравшись в ее поломке. А устранив неисправность, товар может подорожать в разы. Осталось только погрузиться в сферу, в которой вы будете работать. Дальше ты узнаешь о способах начать свой бизнес вообще без вложений. Следующий способ будет актуален тем, кто глубоко погружен в какую-то сферу и может обучать людей своему ремеслу. В этот список может войти вообще любой. Если ты поступил в университет, ты уже сможешь стать бизнесменом. Все дело в том, что у многих людей не получается самостоятельно изучать какие-либо вещи, например, школьные предметы, и им требуются дополнительные занятия с репетитором. Также ваших потенциальных клиентов может не устраивать качество образования, которое они получают в своей школе. Поэтому если вы разбираетесь в математике, физике, химии и других школьных предметах, этот бизнес для вас. Чтобы начать преподавать, не нужно арендовать помещение. Достаточно иметь при себе средства связи – телефон или ноутбук. Дальше вам потребуется зарегистрироваться на специальных сайтах, где люди предоставляют различные услуги. Такие сайты существуют в каждой стране. Остается просто найти ученика и начать ему преподавать. К слову, сайты могут брать комиссию с заказа, но выплачивать ее вы можете уже после получения оплаты за ваши услуги. Если вы не разбираетесь в какой-либо науке, не стоит отчаиваться. На подобных сайтах можно найти учеников по любому роду деятельности. Так что ты точно сможешь начать свой бизнес. Навык хорошего общения могут по достоинству оценить люди, у которых не так много времени. Многие богатые и сильно занятые личности пользуются услугами организации мероприятий. Более того, существуют отдельные компании, которые организуют события для крупных клиентов. Для запуска подобного бизнеса вам не потребуются особые умения или крупные вложения. Все, что понадобится – навык планировать и договариваться. Вы сможете работать и с частными клиентами. Например, организовывать дни рождения или какие-то другие праздники. Найти клиентов вы также сможете на специализированных сайтах по предоставлению услуг. Главное – сразу обговорить все требования и бюджет на праздник с клиентом. А далее от вас требуется совсем немного. Позвонить в заведение, где будет проходить мероприятие, согласовать возможное питание, найти аниматоров и ведущих мероприятий. Все это кажется просто, но многие не хотят погружаться в сложности и тратить уйму времени на организацию своего праздника. Дальнейший рост бизнеса может очень порадовать вас. Крупные компании проводят корпоративы или мероприятия с огромными бюджетами и большим количеством гостей. Вариантов развития и правда очень много. Можно и дальше заниматься маленькими частными заказами. А можно организовывать концерты крупных артистов. Все зависит только от вас. Следующие варианты, скорее всего, потребуют от вас особых умений, но они также могут принести немало денег. Занятие вашим любимым делом также можно превратить в бизнес. Если вы умеете шить качественные и красивые мягкие игрушки или умеете мастерить из дерева полезные приспособления, этот вариант точно для вас. Многие люди не хотят покупать себе в дом продукты из масс-маркета. Например, сейчас большой спрос на качественные кухонные доски. Ведь покупные, некачественные разделочные доски могут портить ножи. В таком бизнесе главное проанализировать нишу и точки сбыта товара. Как и ранее, сбывать готовый товар можно на специализированных площадках. Чтобы начать зарабатывать деньги на том, что вы умеете, не потребуется новых навыков или вложений. Если вы раньше занимались шитьем игрушек, у вас точно найдется инструмент, а покупать расходные материалы можно уже с денег ваших клиентов, если вы будете работать по предоплате. Важно понять спрос и настроить рабочие процессы, а дальше весь успех только в ваших руках. Кейтерингам называют доставку еды под заказ. Смысл тут в том, что в небольших городах может попросту отсутствовать агрегаторы по доставке еды. Если вы мастерски умеете готовить, и вам есть где это делать, этот вариант точно для вас. Для начала вам потребуется найти клиентов. Ими могут стать как отдельные офисные работники, так и целые компании. Многие не хотят тратить большие деньги на походы в кафе для обедов. В таких случаях может потребоваться доставка уже готовой домашней еды. Поэтому, чтобы найти клиентов, можно пойти в ближайший офис и спрашивать у людей, есть ли у них потребность в доставке еды. После, естественно, нужно оставить свои контактные данные для дальнейшего согласования работы. В одном офисном здании вы 100% найдете тех, кому понадобятся ваши услуги. К слову, целевую аудиторию можно найти не только в офисах. Многие организаторы мероприятий также сотрудничают с компаниями, предоставляющими услуги кайтеринга. Так что найти свою нишу вам точно удастся. В последнее время на маркетплейсах стало популярно мыло ручной работы. Такой товар будет отличным подарком. Огромное количество вариантов исполнения простого мыла помогает покупателям найти именно то, что им нужно. Для начала вам потребуется изучить целевую аудиторию и количество продаж. Для этого не обязательно вкладывать свои средства, достаточно зайти на специализированные сайты или на аккаунты ваших будущих конкурентов. Разобрав потребности клиентов, вы можете приступать к работе. Все, что вам потребуется – расходники для мыла и формочки. Разнообразные и уникальные формочки вы можете приобрести за небольшие деньги у людей, кто делает их на заказ, например, для кулинарии. Затраты на создание одного куска мыла ручной работы могут быть совсем небольшие – всего пару долларов, а продать подобное мыло можно уже за десятки. Найти своих клиентов вы также сможете на маркетплейсах. А создав свой собственный бренд, можно увеличить свои продажи в разы. Все будет зависеть только от вас. Последний на сегодня вариант бизнеса будет самым сложным, но в то же время потенциально очень прибыльным. У вас сто процентов ломалась какая-либо техника – от телефона до стиральной машины. Естественно, никто не хочет покупать новый смартфон за огромные деньги, когда можно за сравнительно небольшую сумму починить старый. Для начала стоит и разобраться, что вы будете ремонтировать. Чинить сложные микросхемы, в комплектующих для компьютеров, трудно и затратно, потому что для этого нужны специализированные паяльные станции, которые стоят больших денег. А вот замена экрана на телефоне не потребует огромных вложений. Все детали на телефоны или любую другую технику всегда можно приобрести на просторах интернета. Например, замена экрана на айфоне может стоить десятки тысяч рублей, из которых мастер заработает всего пару. Но таких ремонтов у вас может быть очень много. Кстати, для починки некоторой техники не потребуется больших знаний и умений. Так что, найдя нужную вам нишу, разобравшись в том, как производить ремонт, вы можете почти без вложения открыть свою мастерскую по ремонту техники прямо у вас дома. В конце хочется отметить преимущество открытия своего бизнеса с минимальными бюджетами. Вы в любом случае столкнетесь с определенными трудностями на своем пути, которые могут разрушить ваш бизнес. А потерять пару тысяч рублей намного проще, чем пару миллионов. Главное, не терять веру и упорство, и тогда у вас точно что-то получится. На этом у нас все. До встречи в следующих видеороликах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова